Первое заседание новой секции дискуссионного клуба Движения Народный Собор, секция по геополитике. Сегодня мы не стремились собрать большую аудиторию, потому что пока у нас еще формат не настоялся. Сегодня хотели поговорить о геополитической ситуации в России и мире. Я напомню, кто у нас первый раз, что дискуссионный клуб Народного Собора создан не так давно, меньше года. В рамках клуба у нас существует уже несколько секций по защите семьи, детства, традиционных духовно-нравственных ценностей, по культуре. И вот сегодня мы запускаем новую секцию по геополитике. Первое выступление, такое разминочное, как бы сказать, дать Константину Николаевичу Соколову, эксперту геополитику, члену-корреспонденту Российской Академии Естественных Наук, просьба дать свое видение оценки ситуации в мире. И дать некоторые прогнозы, что в ближайшее время будет происходить. Далее, в связи с тем, что Константин Николаевич у нас должен уйти, можно ему сразу задать вопросы. А потом перейдем к следующему выступлению. И перейдем к живому разговору, к живому общению, непосредственно к дискуссии, к диалогу. Пожалуйста, Константин Николаевич, как вам удобно? Стоя вас сидит? Кстати, уважаемые коллеги, вот вы знаете, когда собирался на наше мероприятие, задумывался о том, сколько раз где я выступал, сколько раз мне нравилось публике, и что из этого получилось, что осталось. Осталось не очень много. И хочу поделиться вам одной идеей, которую мудрый философ мне говорил в 80-е годы много раз. Он мне говорит, вот так, Костя, в мире очень мало людей, способных отделить главное от тростепенного. И вот сейчас мне бы хотелось сказать действительно о главном. Потому что действительно детали и красок, ситуации, которые заходят, скомментируют постоянные биржурналисты, что в мире происходит, когда без сону коммунили нажать кнопку компьютера, кто это может увидеть. Что же главное? Вот я только что вернулся в Сочи, где мне уже там раз два года, недавно проводится раз два года конференция Парламентского собрания Беларуси и России, вот уже второй раз подряд мне довели открывать пленарное заседание. И я попытался донести им главное в геополитике. Главное – это понимание парадигма процесса, в какой войне мы находимся. Мы сейчас слушаем от лица политических деятелей, журналистов и так далее, рассуждения об интересах государств, о том, как надо захватить чьи-то территории, ресурсы и так далее. Но забываем, а на чем же первое, на какой платформе держатся все эти рассуждения. Они держатся на вестфальской системе, которая признает к юридитету государства. Но уже 15 лет, как она разрушена, 11 сентября 2001 года появилась идея борьбы с международным терроризмом, объявлена президентом США. Это уже полное нарушение определенной системы международной устроено. Если раньше боролись государства, противниками государств рассматривались только другие государства и блоки, то тут объявлена борьба по всему миру вне всяких границ и с противником не по государственной принадлежности определенным, а с противником определенным по некоторой идейной общности. Все. Значит, что следует из этого? Следует, что борьба именно суверенов государств на международном арене, которая раньше подразумевала захват территорий, ресурсов у других государств, в свою очередь, она кончилась. Началась борьба за построение мирового государства. Уже не надо ресурсов, не надо отнимать территории. Идет речь о создании мировой власти, которая будет управлять всем. И вот в этом самый главный обман. Для того, чтобы это устроить, естественно, нам общество должны вверхнуть такое состояние, чтобы людям в своих национальных государствах жить было невозможно. Бросить их в социальный хаос, голод, разруху, кровавые столкновения, во что угодно, чтобы они эту мировую власть признали. То есть альтернативой мировому государству является национальная государственность, подчеркиваю, все, без исключения стран, в том числе и США, и Великобритания, и всех других, которые мы признаваем, признаваем главным. И вот как только мы это поймем, мы поймем технологию новой войны, мы поймем, что происходит в мире, что почему так долго длится для событий, скажем, на Украине, в Донецке. Да потому что там уже давно мне, ну так, ситуация жидная, приходили, знаете, когда в одной палате долго лежишь, с боевым там офицером, он тут разговаривает, который накрад, гранату с собой накрад. Он объяснял, что давно там все можно было решить. Как только драка идет к разрешению, раз, вожжи натягивают, разводят. В Сирии что? То же самое. Потому что цель тех, кто развязал все это, состоит не в том, чтобы какая-то из этих стран победила, а чтобы измотать народы, чтобы национальная государственность показала свою полную недееспособность, чтобы она была дискредитирована, и чтобы люди, измученные всем, этим согласились принять вот эту новую мировую власть. Главным инструментом, конечно, является так называемый международный терроризм. Мы все знаем, что терроризм – это способ борьбы. Но формальная логика подсказывает, что бороться можно с врагом, а не со способом борьбы. Значит, главная проблема заключается в том, суть вопроса, какой же враг и с какими целями используют этот способ борьбы, который международное общественное мнение признает аморальными. А здесь это очень простое. Вы понимаете, что любой террористический акт, единичный, не имеет глубоких политических последствий. А вот терроризм, как система борьбы, когда можно воспитывать боевиков, создавать для них релизатори, религиологические системы, зомбировать людей, что они в это дело пошли, чтобы одно за одним это дело шло, это очень дорогое дело, причем которое должно финансироваться под конном, то есть с народа шапки по кругу и введение не соберешь, и от лица народа государственные средства не вытеришь. То есть это самое дорогое в мире дело. Значит, в чьих же руках этот инструмент борьбы? Только в руках первых венкиров. Больше никто не может им пользоваться. В принципе, никто не может больше окучивать политические плоды его воздействий, потому что только они и организовывают это, и расставляют политические деятели за деньги по демократическим нормам приведенных в власти и так далее, и так далее. То есть сейчас мы вошли в фазу борьбы с тем, что известно тысячелетними, с властью золотого лица. И она уже во всей красе проявила себя и в технологии формирования государства, и в технологии войны, и в тех законах, которые сейчас нам навязывают новую международную правовую систему, потому что вы должны понять, что за борьбой с терроризмом пошло еще дальше. Узаконена война вот этих самых частных сил на международной арене. Появилось в обеспечении этой войны так называемая доктрина Буша или стратегия 2006, которая принята конгрессом США, еще даже до этого появилась, ну и потом она развивалась, теория преимущественной войны, теперь комбинированной войны. Но самое главное другое. Это все мудреные названия, которые скрывают мировую гражданскую войну, поскольку идет война за создание единой мировой власти, единой политической системы. А те, кто сталкиваются в этой борьбе, это люди, которые сталкиваются в гражданской войне. Это, так сказать, то, что было известно из-за конгрессов. И вот перейти в эту новую парадигу мишеньям очень тяжело. Приходится говорить с достойными людьми. Ну и там были генералы, сенаторы и так далее. Я чувствую, как они боятся. Боятся пройти за флажки. Они все время цепляются за национальную государственность, которая, естественно, защищает их социальное положение. Как бы они будут нужны, извиняюсь, парламентарии, генералы, несуществующих государств. И они все время боятся перейти этот рубеж. И вот мне сейчас представляется главное. Именно пойти за флажки. В развитии этой ситуации нам сейчас готовят много очень острых событий. Да, я понял. Много очень острых событий. Обратите внимание, скажем, на такую вещь. Агрессивное поведение Соединенных Штатов в отношении России, по Сирии и так далее. Обратите внимание, что Европу подготовили к новой войне, а для гражданской войны сытую и богатую Европу нужно было привести в состояние социальной дестабилизации, чтобы кто-то пошел воевать. Потому что пока жить хорошо, никто воевать не хочет. Вы обратите внимание даже на предвыборную кампанию Соединенных Штатов. Впервые я вижу такую, когда раньше два кандидата соревновались, кто из них лучше для Америки, кто из них лучше услужил. А теперь выдвинули двух очень старых, резких, ну там, даже по коллективам не вполне адекватных. То есть ясно, что исход выборов Америка в любом случае не удовлетворит. В любом случае будут выбирать, как говорится, меньшее влог. И это значит, что готовится даже какое-то переформативное на этом уровне. То есть вся эта совокупность процессов, которые идут в Европе, в Штатах, на Ближнем Востоке, почему так события разговаривают, и так далее, и так далее, подводит нас к пониманию, что рубеж, когда радикальный слог национальной государственности многих стран мира уже близок, вот это, мне кажется, вполне уже понятно. Поэтому я хотел до вас донести вот эту главную вещь. Главное только перейти в новую противную восприятие событий. Вы понимаете, что когда по-новому определенный вероятный противник, то есть вот эта власть мировых банкиров, а отраска национальная, она не американская, не британская, никакая еще. Люди хотят управлять миром, остальных, как говорится, по большей части уничтожить, а оставшимися управлять. Вот. Совершенно другая должна быть тактрина борьбы. Вы понимаете, что бороться надо с ними, а не с теми подставными, зомбированными, пупленными на деньги, наемниками, психопатами и так далее, которых нас подставляют. Вот как только мы это поймем, то все остальные действия, все, ну, грубо говоря, потому, как учат в академии генштаба, как стратегия, борьбы и так далее. Они разговариваются очень, я с ним понятен. Поэтому я хочу поблагодарить за то, что мы предоставили слово при открытии, это мероприятие, виноватая, а немного простужной, должен буду уйти, вот, ну, хотелось мне акцентировать именно на этой самой главной точке. Вот это главное. Все остальное второстепенное. Спасибо за внимание. Давайте, раз касание сейчас уходит, вопросы ему сразу же, потом перейдем непосредственно. Дослушали. Ага. Ну, как полностью с вами согласен, что субъектом, противником является носителем идеи нового мирового порядка, можно так сформулировать, строящий его, но с идеей нового мирового порядка субъектом борьбы, противостояния может быть идея альтернативного, нового другого мирового порядка. Так что, кого вы считаете, может стать союзниками вот в этом объекте, в создании вот этого субъекта, и какие идеи сюда нужно заложить? Значит, объясняю то, что объяснял недавно перед парламентарем. Понятно, что, как только мы предпринем какие-нибудь действия, реально нарушающие планы вот этой мировой финансово-политической элиты, то ответ будет страшный, неограниченный ни моральными, ни правоведными нормами и так далее. Но, с другой стороны, тот, кто знает структуру стратегического анализа, который поедем ручат, знаете, это характерная черта момента, состав действующих сил, их интересы, цели, наличные силы, средства, ресурсы, сильные и слабые стороны, вероятный замысел действий, исходя из этого, и так далее. Так вот, у них есть одна хиле-соу-пыта, их микроскопическое меньшинство в мире. И поэтому, как только мы покажем ясное понимание мировых процессов, естественно, они должны быть. Но, у нас появится колоссальное количество союзников во всем мире, причем настоящих, идейных союзников, они взаимовыгодны, как нам дипломаты рассказывают об этом. Почему? Потому что национальную государственность громят у всех государств мира. А что это такое на практике? Ну вот, вы посмотрите хотя бы по событиям в Северной Африке, что-то творилось на Ближнем Востоке, самое главное, там убирают национальные кланы, которые имеют корни в народе. Одно из местных встает компрадорскую буржуазию, которая не имеет никаких корней в народе. То есть, друг говоря, исполнители воли хозяина мирового. Все. Так вот, эти самые национальные кланы во всем мире, которые действительно соблазятся и даже изменить каким-то образом в своем режиме, они будут нашими главными союзниками. Поднимется абсолютное большинство мира. Только нужно ясно донести до них вот эту ситуацию. И самый страшный инструмент воздействия в нынешней ситуации это слово, которое помножено на правую, на твердую основу, когда это признают законным, когда это наши идеи, когда это идеи цивилизационных идеи выживания мира, оно продействует. Поэтому союзников у нас будет очень много абсолютно во всех странах мира, в том числе в тех странах, которые мы сейчас записываем как-то враждебные. Еще вопрос. А кого был прогрозом Евайки под словом «мы»? Хороший вопрос. «Мы» это прежде всего единомышленники. И вот это словосочетание произносят многие, в том числе спекулируют на нем политики, но никто не объясняет, а что такое традиционная духовная ценность? Ну как они выражаются? Устройство общества, наши правила занимают нашеление. Вот тут боятся. А наши традиционные духовные ценности континентальной цивилизации это коллективизм, это приоритет общинности, приоритет общих интересов над частными. У морской цивилизации это индивидуализм, приоритет частных интересов, корпоративность вместо общинности и так далее. нашей системе власти приоритет у нас какой? Либерной демократии? Да нет, отнюдь. Государь император Николай II в 1907 году признал, что Советы это исконно русская православная форма власти. Почему? Потому что в отличие от процедур избрания депутатов и всяких вождей от территорий, которую можно проплатить деньги, делать рекламу, потому что не знаешь, кого избрали. Это избрание от сурьянного языка говоря, трудовых, воинских и служебных коллективов, от общин, от тех, кто знает друг друга по совместной деятельности и кого не обманишь уже никакой рекламы, никаким красивым галстуком, никаким обещанием для петчанеров. Короче говоря, мы это носители традиционных духовных ценностей коллективизма. разъяснять их, и утверждать в том числе и на уровне закона необходимо. Пожалуйста, представьтесь. Добрый вечер. Я вот хотел задать такой вопрос. Понятно, что война Третья мировая или Первая мировая она началась давно, она идет перманентно. Она началась давно и идет перманентно и как бы ну идет по возрастающей. Медленно, но идет. А вот на ваш взгляд с чего должно начаться противостояние этой войне? пусть вот здесь у нас или вообще в мире? вы знаете, вы правильно сказали о том, что она идет постоянно и Первая мировая, и Вторая мировая, и между прочим, для того, чтобы была Первая мировая, в том числе, было необходимо создание федеральной революционной системы, которая стала бороться за мировую власть. и они сталкивали народы и в Первой мировой, и во Второй мировой войне. Какой будет повод? Мы понимаем, я знаю, поджог реста, или еще что-то, но я считаю, что эта война началась именно с атаки на башни-близнецы, потому что по итогам этой атаки, ну, это так как провокация, вы знаете, как Германия начала войну с Польшей, то же самое. Это через 4 суток президент Соединенных Штатов Америки собирает Совет своей безопасности и объявляет новую стратегию ни много ни мало борьбы с международным террористом. То есть, это было уже заготовлено заранее, это понятно. То есть, война уже идет, конкретные ее этапы будут сопряжены с крупными провокациями. Мне представляется, по анализу экономической ситуации и информационных атак на Россию, которые проходят в последнее время, что попытка обрушить экономическую ситуацию, социальную ситуацию в России, создать провокацию, она уже где-то близка. Ну, конечно, я не имею в своих руках службы внешней разведки и еще кого-то, кто заглянет через плечо вождям Запада. Когда и как это будет, я скажу, не могу точно, но я думаю, что это близко. И пойдет она по той же самой технологии, по криву государства и внутри, не военного пожения. Вы знаете, я за долгие годы выполняю разные функции, в том числе и планировщика, и могу ответить на вас вопрос очень просто. Если вы скажете, что ваше распоряжение полк, я напишу прав для полка, скажете, дивизия для дивизии, если вы лично спрашиваете, я уже, по-моему, на этот вопрос ответил. Главное наше оружие слова, вот ясное понимание ситуации мы донесем до наших, до людей, тогда у нас появятся эти силы. А, естественно, любой план действий, он пишется прессиво, исходя из знания своих сил, иначе это все просто мечтание. Вопрос. Коллега задавал вопрос по поводу умы. Вы очень хорошо ответили, но недостаточно, на мой взгляд. Я бы хотел задать уточняющий вопрос. Власти наши с нами едины в понимании ситуации, и адекватно ли они действуют в настоящий текущий исторический момент. Значит, могу сказать четко, что когда говорят власти, подразумевают Путин, когда говорят Путин, подразумевают власть. Так, наш талантливый человек, безусловно, тоже наши детские люди. Но вы поймите, в каком он положении. Это что, он государственный руководитель? А Обама государственный руководитель? Когда транснациональные структуры контролируют все системы жизнеобеспечения общества, когда они могут в любой момент пережать все, что угодно для него. И вот как только вот этот государственный руководитель попрет реально против их планов на правом. Да нет, вы понимаете, даже когда извиняюсь, Кеннеди попробовал немножко за плашки вступить, его тут же отопривили. Ну, а эти президенты, если они отступят, то их с ними разберутся еще легче. я и говорю в рак-то в банках, а наши только единомышленники. А то, что наши власти делают, так слава Богу, если говорить простым языком, они не сдали свою брату перед международной братой и обеспечивают им защиту сверху. То есть у нас есть еще эти самые национальные клады. Это еще не компраторский капитал, а наш отечественный. Но сделать он может во власти не очень много. Без духовной победы мы ни к чему не придем. ждать, что они за нас победят бессмысленно. Александр Николаевич, а вам, извините, не кажется, что вот реально оценивая ситуацию, ну там Путин и его команда понимают, что в одиночку эту машину сломать нельзя, поэтому выстраивание конфигурации БРИКС это попытка коллективно как-то товарища Волка расколоть, отжать об этом, да? Вы знаете, что у меня по поводу ситуации БРИКС писал и много в том числе закрыто аналитики и во власть, я объяснял, что это главное, ну не знаю, как подъезд, но на самом случае в духе того, что я писал, они действуют, потому что это действительно реальная альтернатива той структуры, которая навязывается сейчас мировой властью, но есть одно но, не намного делать на вывески, мы понимаем, что и в Бразилии, да и в Китае, не зря ему Гонконг как-то дали, между прочим, это один крутой расчетно-канцевых центров мировых, присутствуют те же самые представители мировой финансово-политической элиты, поэтому если мы будем продолжать рассуждать с позиции столкновения государств суверенных, а этого уже нет, с позиции столкновения Бразилии, Индии, России, Китая, Южной Африки с западным миром, то ничего не получится, почему, потому что эти силы по обе стороны бригады, конечно же, Брюкс наканчивать надо, это вне всяких вопросов, но если мы не объясним, кто на самом деле вероятный противник, каковы его цели, интересы, так сказать, средства, методоводействия, ничего не переменится, то есть как только идея Брюкс-стал разобрется, тут же буквы убрали, прессу Бразилии, поэтому я и говорю, что нужно, главное, перейти в правильном празднику восприятия событий, кто враг, а враг это враг звонок и банкир. Пожалуйста. Да. Я хотел спросить, так же в конве вопросов, по поводу вопроса мы, вот тут еще не сопутствующий вопрос, как вы думаете, как вы оцениваете, вот у нас в 91-м году, в 90-х годах фактически сломали общество, советское общество, ну максимальный его потенциал, советское общество, он был где-то, ну скажем, в 80-х годах, его максимальный потенциал, и есть как бы в нашем обществе, вот то самое мы, о котором мы здесь говорим, сегодняшнее, на сегодняшний день, и оно тоже имеет какой-то свой уровень потенциала, вот как вы могли бы сопоставить и оценить уровень потенциала общества советского 80-х годов и сегодняшнее, и если, скажем, есть там серьезный дисбаланс, что каким образом смотрится, видится на ваш взгляд развитие общественных статус, общества развития, то есть, чтобы потенциал увеличить, соответственно, когда, чтобы сделать его действенным, ну, что я могу сказать, ну, по поводу материального соотношения, наверное, это уже любую газету можно открыть, понятно, как у нас было за это время погромная наука и производство, высокие технологии, то есть, то, чем обладали при строительстве, сейчас мы на этот уровень еще не вышли, хотя, понятно, там, прикладные вещи делаются и так далее, но в духовном плане, ну, понимаете, да, в духовном плане, ну, простите, вот я же смотрю на детей и внуков, конечно, то общество, которое называют у нас все атеистичным, на самом деле, по моральным расписанным устоям, жило гораздо ближе к истине, духовным до тоже самым моральный кодекс строительства коммуния, но это понятно, что 10-2 пятиболы переначали, понятно, но руководится самое, понятно, что и сейчас официально проглашаемая деформация реализуется и так далее, но тогда честнее жили люди, и, так сказать, но я когда рассказываю молодежи о моей жизни, в их возрасте, они мне не верят, меня страна восхитила, я по всей стране свободен, за второе пятиболы вопрос к календарю, календарю, Каса Николаевич просто простужен, борьбой, не будем его долго мучить, поэтому, да, он хотел пораньше уйти, поблагодарим Каса Николаевича за ответы на вопросы, спасибо большое, перейдем к скупу.